Добрый день, уважаемые слушатели! Элтома Corporate Service рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Наталья Шевченко и я являюсь бухгалтером данной компании Элтома. И сегодня мы поговорим с вами о системе налогообложения в Польше. Мы рассмотрим с вами основную характеристику налогообложения в данной стране, основные виды налогов. Также мы поговорим о возмещении НДС. Я вам расскажу немного о двойном налогообложении в данной стране и также некоторые практические аспекты в Польше при применении налоговой системы в Польше. Итак, давайте поговорим и вспомним, что же такое налог. Налог – это безвозмездный, обязательный и безвратный платеж в пользу государства на основании действующего законодательства, согласно которому налоги в Польше должны платить не только польские граждане, но и иностранцы, получавшие доход на территории Польши. Для многих иностранцев, чтобы рассчитываться с налоговой инспекцией ФИСК, нужно иметь идентификационный налоговый номер, так называемый ПЕСЕЛЬ. Для всех предпринимателей, которые занимаются коммерческой деятельностью в Польше, предусмотрена своя система налогообложения. Она является двух уровней и касается не только польских бизнесменов и иностранцев. Поэтому в Польше выделяют два типа налогов – это непосредственные и костные. Непосредственные налоги уплачиваются непосредственно в налоговые государственные органы. Его размер зависит от ситуации налогоплательщика. Сюда можно включить такие виды налогов, как подоходный налог с физических лиц, подоходный налог с юридических лиц, налог с наследства и дарений, налоги с гражданской правовой деятельности, сельскохозяйственные и лесные налоги, также костные на недвижимое имущество и налоги на транспортные средства. К костным налогам можно отнести такие налоги, как налог на добавленную стоимость НДС, акцизный налог и налоги с ИГР. К костные налоги оплачиваются автоматически при покупке услуга или товара, так как НДС во многих случаях включается в цену товара. Кто же платит налоги в Польше? Налоги в Польше должен платить любой человек вне зависимости от гражданства, у которого в Польше присутствуют личные или экономические интересы. Такой человек, например, проживает официально на территории Польши или же работает и который период составляет более 183 дней в году, автоматически становится налоговым резидентом и он же обязан уплачивать налог в Польше. Не стоит забывать о ограниченных сроках подачи информации, сколько вы заработали, так сказать, и расчете налогов в государственный орган. Для физических лиц налоговым годом в Польше является календарный год, который заканчивается 31 декабря отчетного периода. Дата подачи годовой налоговой декларации для физических лиц установлена дата 30 апреля отчетного периода. Для компаний, которые обязаны подавать расчетную декларацию о доходах налоговой органы, предусмотрен свой граничный срок до 31 марта последующего года и они платят разницу в налогах. Последняя дата подачи декларации о доходах за отчетный период подается 30 сентября следующего года. Давайте рассмотрим, какие же виды налогов представлены в Польше. Такие как налог на доходы физических лиц, корпоративный налог или налог на юридические лица, налог на наследство и дарение, налог на гражданско-правовые действия. Также входят такие виды, как сельскохозяйственный налог и лесные налоги, налог на недвижимость, платятся пошлины с транспорта, как на тоннаж международный морской транспорт, также налоги сыгр, акцизный налог и налоги на товары и услуги. Давай же поговорим детально о этих видах налогов. Налог на доходы физических лиц платит каждый, кто получает заработную плату на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. Или же платит физическое лицо, который получает доход от предпринимательской деятельности. Исключением являются доходы, свободные от налогообложения. По состоянию на 2017 год ставка подоходного налога для физических лиц составляет 32%. Налогообложение физических лиц имеет прогрессивный характер и предусматривает три ставки налогообложения в зависимости от уровня дохода. Времени от времени ставки могут, естественно, меняться. Единая ставка подоходного налога для физических лиц составляет 18%, если заработок в течение года составил менее 85 528 польских злоток. Единая ставка подоходного налога для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, так называемый линейный доход, составляет 19%. Также есть ставка 32%, она самая максимальная. Она платится с подоходного налога для физических лиц, если заработок в течение отчетного периода составляет более 85 528 польских злоток. Доходы, освобождающиеся от налогообложения при получении физическим лицом, подпадают в такие категории, как купля-продажа недвижимости после определенного периода времени, то есть более подробно можно рассматривать как прирост капитала для физлица. Также прибыль от продажи жилой квартиры, при условии, что оплата используется в течение двух лет на приобретение альтернативного жилья в Польше. А также освобождаются дивиденды, полученные одной компанией от другой компании в Польше или в странах Европейского Союза, поступление от страхования, а также поступление от пожертвований. Что же насчет корпоративного налога или налога на юридических лиц? Другое название на английском – Corporate Income Tax. Данный налог касается общего дохода, полученного на территории Польши юридическими лицами, которые имеют здесь правление или юридический адрес. Это единый налог для всех юридических компаний и он составляет 15%. Налог на наследство и дарение характеризуется рыночной стоимостью товара и прав собственности, полученных путем наследования, дарственной или праводавности. То есть данный объект переходит по наследованию. Ставка налога является прогрессивной и ее уровень зависит от характера отношений между дающим и получающим лицом в наследство. Налог на гражданско-правовые действия. Ставка данного налога является прогрессивная. Она характеризуется прогрессивной и зависит от характера отношений между плательщиком и получателем. Налогоплательщик обязан нести данную пошлину за гражданско-правовые действия без напоминания налоговых органов, запомнив соответственную декларацию. Что касается сельскохозяйственного налога, то этот налог облагается участками земли, которые классифицируются как сельскохозяйственные угодья, а также те угодья с лесом и кустарником, за исключением участков, признанеченных для осуществления иной, чем сельское хозяйство деятельности. Размер данного налога зависит от качества семьи. Для этого субъекты могут и заинтересованы оценить свою стоимость участка. Лесной налог облагается земельным участком, который классифицируется как лесные угодья, за исключением участков, признанеченных для осуществления иной, чем лесной хозяйственной деятельности. То есть сельскохозяйственный и лесной налог подобны, но имеют свои отличия в ставках и также объектах налогообложения. Налог на недвижимость. Налог на имущество, на земельные участки, также здания или их части постройки, или их части, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Размер такого налога определяет гнимо. Ставки оцениваются за один квадратный метр и не могут превышать ставок, объявленных министром финансов на данный год в Польше. Налог на транспортные средства. Налог на транспортные средства касается всех владельцев, имеющих в своем использовании грузовиков с допустимой полной массой более 3,5 тонн сидельных и балластных тягачей, полуприцепов и прицепов, а также автобусов. Налог на тоннаж, или иными словами международный морской транспорт, касается доходов, полученных судоходными предпринимателями, которые эксплуатируют морские и торговые судны в международном суходовстве по перевозке грузов, пассажиров, а также морской спасательной службы. Налоги с игр. Налоги с игр облагаются те субъекты, которые осуществляют принимательскую деятельность в области азартных игр и взаимных парей. Ставки налога зависят от данного вида игры. Налоги платятся ежемесячно. Выигрыши, которые получают физические лица, подлежат подоходному налоду от физических лиц. Акцизный налог. Акцизный налог является косвенным налогом. Налог включен в цену товара и услуги и, следовательно, платится в момент покупки определенных товаров. В Польше акцизом охвачены энергетические изделия, электроэнергия, алкоголь, алкогольные напитки, табачные с ней, автомобили, топливо. На каждый товар устанавливается свой налог в зависимости от его стоимости и рассчитанной ставки. Платит налог импертер и производитель. Следует отметить, что акцизный налог на топливо в Польше собирает особо тщательно, вплоть до биокомпонента в его составе, так как в каждом литре автомобильного бензина входит данный состав. Налоги на товары и услуги. Налог при покупке продуктов питания, одежды, услуг. Этот налог, как правило, включен в цену товара или услуги, если речь идет о цене брута, то есть грязной цене. Если цена в нету или иными словами чистая цена, это означает, что надо добавить НДС, то есть НДС будет не включен в стоимость товара. В Польше существуют разные ставки НДС. Базовая налоговая ставка для данной пошлины составляет 23%. Также в Польше существуют более пониженные ставки. Это 8% для пассажирских трансферов, отельных сервисов, лекарств. 5% еще более ниже ставка характеризуется для продуктов питания. И также нулевая ставка для продукции, которые экспортируются. Они социально важны для Польши, такие как банковские, медицинские и почтовые сферы деятельности. Возмещение НДС. Согласно польскому законодательству, возврат налогов предусмотрен только для физических лиц, которые посещают Польшу согласно туристических целях. То есть они не являются гражданами стран, входящих в его союз и не подпадают под постоянное место жительства. Возврату подлежит НДС, включенный в стоимость товара. Чтобы вернуть этот налог, необходимо совершить покупку на сумму свыше 200 злотых. Сумма не включает НДС. При покупке товаров также следует уточнить, будет ли выдан вам документ на возврат налога. Такие места обычно в Польше отмечены специальным знаком, как Tax Free. В них обязаны быть правила возврата налогов на русском языке. Предъявить сотрудникам таможенной службы запакованный товар следует в течение трех месяцев с момента его приобретения. При пересечении границы в пункте пропуска ответственным лицом ставится на чеки штамп и подпись. Этот документ покупатель должен передъявить в польском магазине или по возвращению в свою страну для получения НДС в течение 10 последующих месяцев. Что же до двойного налогообложения в Польше? Двойное налогообложение является неблагоприятным явищем, связанным с необходимостью платить налог дважды за один и тот же объект налогообложения, например, доход или имущество. Так как двойное налогообложение чаще всего связано с налогом на прибыль и имущество. В случае иностранцев, получающих доход в другой стране, кроме страны их, гражданства, это означает, что налогообложение одного и то же дохода налоговой инспекции друг разных стран. С такой ситуацией мы чаще всего имеем дело, например, в случае лиц, которые покинули свою родную страну, но работают официально в Польше, но как граждане своей нейтив страны, они обязаны платить налог у себя, а также за рубежом. В стране, получение дохода, например, если, допустим, они в Польше проживают более 183 дней, они автоматически становятся налоговым президентом страны Польши. Чтобы избежать конфликта двух претензий к одному и тому же доходу и конфликта между налоговыми органами различных стран, некоторые страны подписывают, в основном, двухсторонние, очень редко, когда многосторонними сторонами, соглашение об избежании двойного налогообложения. Польша является участником ряда соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Так, Польша подписала такие соглашения среди таких стран, как Албания, Армения, Китай, Грузия, Россия и Вьетнам. Давайте поговорим о практических аспектах налогообложения в Польше. Самая привлекательная форма бизнеса в Польше – это общество с ограниченной ответственностью, которое может организовать даже нерезидент при наличии у него загранпаспорта. При этом допускается как его личное участие в процессе регистрации своего бизнеса, так и доверенного лица при наличии соответствующего нотариально заверенного документа. Однако имеются некоторые ограничения, так как единоличным учредителем общества компании не может быть юридическое лицо. Уставной капитал для открытия общества с ограниченной ответственностью может быть размером всего 5000 жилотых, примерно по курсу это 1100 евро, который не обязательно вносить на счет фирмы при регистрации, достаточно только подписанной декларации. Наличие нескольких учредителей позволяет заметно уменьшить налоговую нагрузку. Граждане Польши среди них не требуются и не дают никаких преференций. Налоги в Польше до иностранцев не особо отличаются особыми ставками. Общество с ограниченной ответственностью не может быть создано или требует лицензирования в следующих сферах, таких как банковские, финансовые рынки, страхование и пенсионные фонды. Как я уже говорила, раньше они освобождаются. Вот налогообложение. Кроме этого, некоторые виды деятельности требуют государственного разрешения, консенсии или согласия. В отдельных случаях необходимо подтверждающие квалификации. При регистрации обязателен один основной вид деятельности для компании, сопутствующих может быть 9 видов. После внесения в государственный реестр юридические лица компании и получения налогоиндифляционного номера можно приступать к работе для функционирования своей компании, своего бизнеса. Что касается налоговыносимых предприятий с формой собственности общества с ограниченной ответственностью, то они аналогичны существующим в других странах Евросоюза. Таким налогом может относиться налог на прибыль corporate income tax, а также value added taxes или же on NDS. Однако в случае убыточности предприятий допускается понижение. В последующие 5 лет понижается прибыль на сумму до 50% годовых убытков. Налоговому периоду в Польше, как и в других странах, соответствует календарный год, а отчетность дается ежемесячно или за квартал. 5. Ответственность налогоплательщика или что же происходит в случае отклонения. Предприниматель должен четко представить, что будет в случае неуплаты налогов в Польше. Сокрытие источников дохода, занижение его объема. Административное и уголовное наказание предусмотрено однозначно. Однако не является такой самоцелью государственных органов. Они более делают упор на погашение задолженности по налогам. Широко используются также налоговые санкции, такие как проценты за рассрочку, лишение льгот, просмотр налоговой базы, дополнительные налоговые обязательства. Они могут быть применены параллельно с наказанием, предусмотренным уголовно-финансовым кодексом. Чему же грозит неуплата налогов в Польше? Так как уплата налогов в Польше является обязательной, неуплата налогов в предоставлении ложной информации могут понести за собой понесение штрафов или даже лишение свободы, как для физических лиц, так и юридических. При открытии филиала или организации собственного бизнеса в Польше необходимо учитывать, что сокрытие налогов может привести к административному и даже уголовному наказанию. В большинстве случаев налоговые органы добиваются погашения задолженности, используя следующие санкции, такие как лишение существующих льгот, если имеются таковы, взимание процентов за просроченные выплаты и изменение налоговой базы и включение в нее дополнительных обязательств. Обязательств. Предприятие выражается в отношении прибыли брута к совокупному налогу. Чем выше показатель, тем ниже конкуренция. Также стоит отметить, что в мире Польша занимает среднюю позицию по налоговой нагрузке. Если сравнивать ее с такими странами, как Италия и Франция, то это ниже или выше, чем Великобритания и Канада. В конце хотелось бы сказать несколько слов об Altomic Corporate Service. Наша компания стремится находить лучшие решения для своих клиентов. За последние годы клиентская база существенно выросла, однако мы сохраняем наши ключевые ценности, такие как профессионализм, выходная ценовая политика и индивидуальный подход. Компания предоставляет такие корпоративные услуги, как регистрация и сопровождение компаний, банковские и финансовые услуги, бухгалтерский учет и аудит, налогоблажение, IT-услуги, программное обеспечение для бизнеса, юридические услуги, миграционные, а также лицензии и разрешение на работу в странах. Altoma Group расширила направление своей деятельности и запустила также рекрутинговые услуги. Altoma Recruitment предлагает выгодные решения по подбору персонала, доступ к обширной базе резюме, оплату после успешного завершения процежа, а также консультационные услуги квалифицированных HR специалистов. В связи с ужесточающим требуем по контролируемым иностранным компаниям, с каждым днем все более актуальным становятся вопросы поиска недвижимости на Кипре. Чтобы помочь нашим клиентам, мы открыли новое направление деятельности Altoma Property. Инвестиции в недвижимость на Кипре теперь реальны благодаря широкой базе объектов Altoma Property. Для того, чтобы найти интересующий вас объект, посетите наши сайты altomaproperty.com или .ru. Наши контакты, наша компания имеет офисы в различных юрисдикциях, таких как Кипр, Сингапур, Россия. У нас открыты офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Также у нас есть офис в Украине, Великобритании и новый офис в Гонконге. И с нами можно связаться по любому из контактных номеров, которые вы сейчас видите на экране. Либо же можно найти данные на нашем веб-сайте altoma.global или altomaproperty.ru. На сегодня все. Altoma Corporate Service благодарит вас за внимание и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.